Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня, впрочем, мы затронем проблему, которая не только Одинцовскому району немало, скажем так, кровью попортила. Мы сегодня поговорим про проблему наркотиков, то, с чем связаны, к сожалению, очень многие сводки новостей, то, с чем столкнулись очень многие наши соотечественники. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. В наших гостях сегодня Светлана Юрьевна Исаева, заместитель председателя комиссии по здравоохранению, трудовым отношениям и социальной политике Общественной палаты. Добрый вечер. Здравствуйте. А также Мария Евгеньевна Заугольного, правильно фамилию сказал? Ну, чудесно. Вы эксперт-консультант Общественной палаты, верно? Да. Чудесно. Здравствуйте. Также вас приветствуем. Здравствуйте. Проблема действительно довольно неприходящая. Она у нас как-то волнообразна в стране. То поднимаются цифры людей, которые официально только стоят на учете, как люди, столкнувшиеся с этой проблемой, являющимися наркозависимыми, давайте уже называть вещи своими именами, то спадает эта волна. Но я думаю, что понятно, что это какие-то среднестатистические сухие данные. А на факте у нас сломанные жизни, причем тысячи людей, сломанные судьбы, семьи и так далее. Вы как общественники, что можете по данной проблеме именно в Одинцовском районе сказать? Ну, давайте я начну с того, что, конечно, эта проблема и вообще вот эта тема, о которой мы сегодня говорим, она очень болезненная. Речь идет о том, что, ну, как бы мое понимание и моих коллег, которые это поддерживают, что реабилитация, которая существует, да, у наркоманов, она практически не действует. И это все прекрасно понимают. Средства, естественно, на это выделяются и в бюджете. Но суть в том, что, наверное, самое главное здесь понять, что нужна профилактика. И профилактика нужна именно с детьми. Так как наши дети в основном свою часть времени, большую часть проводят в школах, то поэтому, конечно, конечно, очень важно, чтобы об этом с ними там говорили. И мы расскажем потом, да, какой проект существует и который мы хотим принести в Одинцовский район. Я прошу прощения, сразу не может не возникнуть такой момент. Многие знают, что школы подмосковные, московские, в общем-то, российские, они по периметру обложены шприцами. Да. Ими там, извините, барыжат. Перейду на такой разговорный язык. Ими там барыжат. Потому что люди, которые, в общем-то, торгуют наркотиками, их распространяют, они прекрасно понимают свою целевую аудиторию, они знают, кого подсаживать на это и так далее. Поэтому не могу не задать вопрос. Все-таки профилактика, о которой вы говорили, это в первую очередь профилактика применения, использования наркотических средств или распространения его? Вы знаете, ну, прежде всего, то, о чем я говорила, профилактика – это как раз говорить детям о том, и вот мы будем говорить о проекте, вот Вера потом расскажет, мы будем говорить о проекте, как и что может случиться, чтобы предотвратить, чтобы наши дети эти услышали. И, конечно, начинать надо, безусловно, с пятых-шестких классов. Второй момент. У нас тоже есть такая идея, и начнем ее в Одинцовском районе, я хотела бы ее анонсировать. Мы хотим создать волонтерское движение, но причем которое не состоять будет из детей, подростков. Оно будет состоять из людей взрослых, это педагогов, социальных педагогов, клинических психологов, люди, которые были в этой ситуации, но вышли из нее. И мы то же самое хотим сказать о том, вот вы сейчас говорили, шприцы, да, и как-то вот эту тему тоже внедрить. Безусловно, конечно, здесь будет взаимосвязь и с полицией, и с комитетом по делам несовершеннолетних. Но мы же прекрасно все понимаем, ту статистику, которую дает не только наш район, а вообще любой регион в России, она же не объективна абсолютно, потому что это только те дети и те подростки, которые или обратились, или как-то, ну, как-то их могли увидеть, да, они, можно сказать, засветились как-то. Можно сказать, даже те, которые успели обратиться, потому что даже не тяжелые наркотики, многие, в общем-то, перемешивают не пойми с чем, и можно отравиться чем угодно. Вы знаете, у подростков, я очень много общаюсь с аудиторией подростков, есть такое понимание, что есть такое понятие, как легкие наркотики. Такого понятия не существует, легких наркотиков не существует. Безусловно, идеально это когда в семье, когда мы понимаем, где наш ребенок, когда мы разговариваем, когда мы можем найти общий язык, когда мы в тот период, когда ему тяжело, вот в этом возрасте подростковом, мы можем понять, что с ним происходит, что-то может быть у него в школе, что-то у него любовь какая-то, и когда есть какое-то доверие и авторитет, кто это может сказать. Но еще раз повторяю, все-таки наши дети, большинство находятся в школе. И, конечно, я понимаю, что учителям очень много сейчас времени, проблем, всего. Но если бы классные руководители, если бы психологи видели там, потому что на первых этапах, понимая то, что мы расскажем им в проекте, понимая, они могли бы донести, увидеть. И вот этот момент первого-второго приема, а сейчас спайсы есть такие, которые первый и второй прием заканчиваются, очень сложно. Конечно, это было бы достаточно правильно, я считаю. Именно заниматься профилактикой. А насколько вот по-вашему подобные программы могут помочь детям, именно которые, допустим, уже находятся, так сказать, во всем этом круговороте неприятном, преодолеть какой-то стыд, может быть, найти силу воли, сказать, прийти, да, я наркоман. Я уверен, вы согласитесь, что многие это скрывают. И не скрывают либо до тех пор, когда уже поздно, либо до тех пор, пока они еще, в общем-то, в порядке, но реабилитация даже в лучшем ее протечении очень долгое время. Безусловно, безусловно, детям очень тяжело, и подросткам очень тяжело это признать, потому что даже взрослым людям, да, как бы, говоря даже о их родителях, есть случаи, когда родители уже понимают, что есть проблема. Но вы представляете, им стыдно. Они не знают, куда обратиться. Не пытаются сами решить, как там. Сами. Или не пытаются, да, или как-то у них не получается. Они понимают о том, что они из-за ребенка переживают, что это будет огласка, что это будет такой вот, как сказать, да, ужас, который потом подвергнет его, и как это быть. Это очень важный момент. И вот, вы знаете, я хотела бы сказать, ну, понятно, у нас комиссия по здравоохранению, социальной политике и благотворительности, но мне трудно представить, что было бы обращение такое, вот, касаемо этой темы, да. Ну, я просто по-человечески хочу сказать, вам рассказать, так как все-таки по профессиональной деятельности мы занимаемся, и многие мои коллеги, если мы занимаемся детьми, то коллеги занимаются вот именно темой наркомании, профилактики. Мы с ними сотрудничаем. И я могу сказать, ну, приведу два примера, наверное, за то время, пока я в общественной палате. Два примера. Первый пример, ну, вот он как раз, наверное, такой, что не очень успешный, не очень удачный. Это как раз, когда подросток, к сожалению, не смог. И родители очень опоздали, и не смог. Хотя там была оказана поддержка, но очень важно еще, что за характер у самого ребенка, да, у самого подростка. А второй, второй момент очень хороший, это девушка. Ну, что сделано было? Было сделано просто, вся семья переехала совершенно очень далеко, в далекий регион. И девочка-боец сама. И приоритеты у нее очень сильные. И сейчас она занимается, я не могу сказать тем, что вот, то, о чем мы осуждали, но она нашла свое место, и вот эту пустоту заполнила, и у нее ушли все, весь вот этот круг. То есть ее оторвали от порочного вот этого общества. Потому что самое-то что важное здесь? И окружение, в котором она была. Самое страшное здесь, да, окружение и понимание. И вот этот момент очень хороший. Поэтому еще раз хочу повторить, это моя, как бы, вот такая история, вот коллеги тоже поддерживают, и вот проект, который вы услышите, который будет говорить Вера, конечно, самое главное, это профилактика. И еще, мы почему-то боимся сказать детям, а как они это увидят, такие страсти, да, вот будем показывать это, что может происходить, как смертельно, это практически, это, ну, практически это невозможно выжить. И мы боимся, а как вот такие страшные вещи, не надо этого бояться. Многие мне говорят о том, что да, они в интернете сами все видят. Здесь я с вами абсолютно согласен. Вы знаете, что я сегодня поняла? Я сказал подростка один сегодня, когда я спросила, ну, а вы смотрите, вот когда происходят эти ужасы, да, которые, вы знаете, нет, они только об этом говорят, они не видели их. Вот, чтобы... Так в этом и дело, в этом и дело. Дети до определенного времени, подростки тоже. Вы знаете, да, у нас обучение проходит по двум направлениям, как раньше там в классике говорили, пафос и логос. Пафос — это эмоции, личное восприятие, да, или так и буду по жизни жить, да? А дети ведь не могут долго воспринимать логос. Зато когда они видят ужас или наоборот, что-то очень приятное, хорошее, они это чувствуют, и они интуитивно, хоть у них там и слов в голове нет правильных, почему это так, но они это понимают. Ну и последние два слова вот к этому подвести. Это главное внимание, ну, все-таки понимать, вот, внимание к ребенку, к своим, особенно к подростку, внимание того, что с ним происходит. Потому что вот какой-то край и много случаев тогда, когда вот на этом крае, когда их не услышали, что что-то у них происходило, вот именно в этот момент их сумели где-то или убедить. И обратно вытянуть на твердую почву. Да, да, да. Ну что же, уважаемые телезрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о наркотиках, о том, какая это большая беда, о том, как с этим бороться, о том, какая вообще ситуация с наркотиками, с наркозависимыми в нашем Одинцовском районе. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, телефону 508-86-84, звоните в прямом эфире, постараемся вместе во всем разобраться. Ну что же, Мария Евгеньевна, что-то вы молчите у нас сегодня, давайте с вами поговорим. Я так понимаю, вы занимались одним из достаточно крупных общественных мероприятий, не так давно имевших место на территории Одинцовского района. Я говорю про международный антинаркотический лагерь, правильно? Весной буквально прошло. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятие. Я так понимаю, это как раз-таки попытка, да, общественников, властей, что-то вот в социальном плане предпринять. Расскажите поподробнее. Да, в основном направлении обозначено было как профилактическое. Там было несколько интересных проектов, которые мы увидели. Это фотопроект. Фотопроект был направлен на семьи, родители, которые сидят за злоупотребление, за хранение, за распространение, и их дети. То есть вот что переживают дети. Очень такой яркий, интересный проект. Также на этом лагере было показано один из моментов реабилитации, использования арт-терапии, когда сами дети, которые, подростки, которые проходят реабилитацию, пишут сценарий пьесы, ставят пьесу, сами играют, проигрывают эти проблемы, проигрывают свою жизнь. То есть действительно вот эти их сценарии, это было именно направлено на проблему наркомании, что с ними происходило с момента принятия, реакции реакции их глазами позволяло взглянуть на происходящее. Причем это очень эмоционально было видно, что люди переживают до сих пор. Они в принципе понимают в этой системе, что переживают их родственники, но у них личностная структура перестраивается настолько, что все равно наркотик становится основным тем, что у них есть. также там был круглый стол. Круглый стол естественной власти, наши представители комиссии по делам несовершеннолетних, детская комната, милиция, различные общественные организации, которые работают с подростками, духовенство наше Одинцовского района. И поднимались вопросы о профилактике, о реабилитации, о лечении, подростков, взрослых, которые уже столкнулись с этой проблемой. В основном говорили, наверное, больше о лечении, о реабилитации. Скажите, а вот сами люди, которым удалось, вот удалось, они как-то делятся своим опытом? Вот на их, с их точки зрения никогда не было понятно, есть ли какая-то все-таки унифицированная программа, что нужно делать условно по алгоритму то-то, то-то и то-то. Или это всегда вопрос только личной силы воли и поддержки окружающих? Там очень интересную программу представили, потому что собирал в том числе фонд, который организатором являлся, который вот эту программу свою приводил. т.е. Сначала у них идет детоксикация кратковременная, примерно 10 дней, потом реабилитация полгода, и в реабилитацию действительно подросток или наркозависимый, он находится в закрытом режиме, и с ним проводятся различные мероприятия. Следующая социализация, то есть этого человека начинает потихонечку включать социум. Мы как раз видели тех подростков, которые находятся в режиме реабилитации, и потихонечку включение в социум у них как раз происходило, в том числе на этом лагере. И действительно очень много людей, которые в этом фонде работали, бывшие наркоманы. Мы знаем, что бывших не бывает, они так и говорят, что есть и тяга есть. И самое интересное, что я услышала от одного из них, что человек, который даже закончил принимать, он уезжает из своего родного места. И чем дальше, тем лучше. Я спрашиваю, а на сколько? Навсегда. То есть из родного дома, если человек... Чтобы не было рецидива. Да, навсегда. То есть если родители столкнулись с этой проблемой, они тоже должны быть готовы. Я секундочку добавлю. Добавьте, конечно. Вот вот этот лагерь, проект, их, конечно, направлен на лечение. На лечение, На реабилитацию. Я понимаю, что должно быть много способов, но все-таки мне бы хотелось сказать, кто и на какие деньги, это же очень дорогостоящие, да? Кто это будет лечить? Мы же понимаем, что это тратят деньги. Кто заинтересован в этом? Кто? Родители. Родители. Значит, мы здесь предполагаем, когда такая беда случается, что мы готовы отдать все. Но по статистике это не моя статистика, а статистика министерств, которые они все открывают и рассказывают, и мы были, да, рассказывали о том, что называли цифру, сколько было на реабилитацию, и только, по-моему, 10 процентов. Они опять возвращаются на это деньги, и вот они туда-сюда, туда-сюда. Поэтому еще раз профилактика и работа с детьми. Ну, насколько мне известно, это, в общем-то, был не единственным мероприятием, в котором и общественники участвовали и так далее. В частности, круглый стол в Успенском поселении не так давно прошел. В нем участвовали члены общественной палаты в том числе. Мария Евгеньевна, мы с вами на сегодня позвращаемся. Спасибо огромное, что поделились этой информацией и будем вас ждать. Уважаемые телезрители, а вам я предлагаю посмотреть, как же данные круглый стол в Успенском поселении проходят. Экстремизм, терроризм, наркомания. Это почти синонимы, если речь идет о разрушении личности. Как избежать манипуляций сознанием неокрепшей молодежи? Этому вопросу был посвящен круглый стол в администрации сельского поселения Успенское. Для начала немного теории. Руководитель народной дружины Владимир Кузнецов четко расставил акценты. Экстремизм, сопряженность с насилием, это уже терроризм. Особую опасность представляют деструктивные секты, отголоски деятельности которой слышны и в Одинцовском районе. Три уголовных дела по экстремистской направленности. Самое, что ближнее к нам, это житель поселка Назарева занимался распространением экстремистской... Ну, распространял экстремизм, можно сказать. В отношении у вас выжена статья 282. Также хотел сказать, что на территории также района задерживались граждане различных республик. Это Узбекистан, которые занимались пропагандой экстремизма и терроризма. Также проводили пропаганду, вербовали экстремистскую организацию в ИГИЛ на территории района. Противодействовать экстремизму можно только сообща. В этом уверены педагоги, спортивные тренеры, духовные наставники и молодежь. Директор детско-юношеской спортивной школы Горки-10 Игорь Лизунков подчеркнул, если ребенок занят, ему не до радикальных вероучений. Спорт – это ежедневное вот это вот копание. Ежедневное толкание, игры, помощь или какие-то там… То есть будут наимнослие и другие. Да, идет, как бы, человек заполняется какими-то целями, идеями, он идет по лестнице к одной цели, потом к другой, и он заполнен, и он устойчив в отношении, допустим, если куда-то его повернуть, там, или наркотики ему там. Это стакан, который наполнен водой, и туда уже наливать нечего. И все-таки каждый современный подросток знает, что такое социальная сеть, имеет постоянный доступ к интернету благодаря современным гаджетам. Виртуальное предложение может повернуть неокрепшую личность на 180 градусов. Как не пустить ребенка, не запрещая? Это тонкий вопрос. Для этого у нас есть в каждом учреждении руководители, да, есть люди, отвечающие за воспитательную. Для этого мы собираемся здесь вместе. В конце концов, где-то такие проявления, мы тут же узнаем, делимся, и мы всегда доходим до истины. За круглым столом говорили и о наркомании. По словам Евгения Демина, начальника Успенского отдела полиции, в этом году на территории поселения были выявлены 30 фактов сбыта наркотиков. В основном драгдилеры действуют через закладки. Под особым контролем люди, вернувшиеся из мест заключений по аналогичным преступлениям. В целом, на территории Денцовского района за минувший год были задержаны 11 преступных групп и закрыты 4 нарколаборатории. Чем больше мы будем получать значимой информации, это и консьержи, которые находятся в домах, это и добровольно-народная дружина, соответственно, администрация, молодежь и так далее. То есть, чем больше, когда мы идем в жилой сектор, участковый, полномоченный, инспектор по делам несовершеннолетних и так далее, получает эту информацию, тем больше мы ее будем отрабатывать. И педагоги, и представители общественности, а также успенская молодежь сошлись во мнении, побороть наркотическую гидру можно грамотной профилактикой. Наряду с лекциями о вреде наркотиков в школы должны прийти уроки здорового образа жизни, доброты, духовно-нравственных и семейных ценностей. Ну что же, вот такие акции в Одинцовском районе по меньшей мере проходят. Тем временем у нас в гостях еще один гость, Вера Владимировна Гайдук. Вера Владимировна автор антинаркотического проекта, который сейчас набирает ход в Одинцовском районе в Московской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, Вера Владимировна, Светлана Юрьевна, у меня вопрос в первую очередь, конечно, по поводу данного мероприятия в Успенке, насколько все-таки оно получилось, насколько цели, которые перед собой участники ставили данного мероприятия, в общем-то, были достигнуты. Все-таки вы про этот круглый стол, да? Ну да, конечно, то, что мы сейчас посмотрели, было бы интересно прокомментировать. круглый стол был сделан для того, чтобы как-то эту проблему сдвинуть, да, с места. И каждый, безусловно, кто там присутствовал, некоммерческие организации полиции, все, конечно, заинтересованы. И, безусловно, обязательно надо проводить такие мероприятия для того, чтобы стимулировать, да, координировать все эти движения для того, чтобы все вместе работать. Поэтому это нужно. Но я все-таки хотела передать слово Вере. Конечно, прошу. Я так понимаю, Вера Владимировна, что вы сейчас занимаетесь проектом достаточно интересным, социального назначения и так далее. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему вообще решили этим заняться? Ну, начала этим заниматься, потому что в моей семье случилась страшная беда. то есть я столкнулась с этим вот так жестко и жестоко. В 2009 году от наркотиков, конкретно от Спайса, погибла моя дочь. Это вот ее фотография. Причем она не была наркоманкой. Просто в то время наркотики свободно, Спайсы свободно продавались. Они не были запрещены, не были признаны наркотиками. И ее знакомый просто предложил покурить красивую трубочку, сказав, что это мята. Достаточно было одной затяжки. В итоге под воздействием страшных галлюцинаций она вышла с десятого этажа. Конечно, не дай бог, кому пережить такую беду. Самое страшное, наверное, это хоронить своих собственных детей, успешных, талантливых, красивых. Поэтому я объявила войну Спайсом и войну наркотиков. Друзья Ани создали группу. Наша группа называется «Мы есть». Сначала она появилась в нашей школе, где училась Аня. Потом мы создали ее ВКонтакте. Это один из самых популярных видов соцсетей. На сегодняшний день наша группа насчитывает более 3760 человек и объединяет всю Россию. То есть, всех людей, неравнодушных к этой проблеме, мы объединили. Но вы сказали, что я автор методики, я соавтор, потому что автор, вообще сама методика разработана вне развития профобразования. И автор этой методики Владимир Прохович Акишин, он педагог-психолог, он высочайшей марки специалист, он давно работает в этом направлении, и случайно встречавшись с ним в ФСКН, мы с ним познакомились и поняли, что абсолютно одинаково понимаем решение этой проблемы. То есть, проблему решить можно, если мы будем менять сознание наших подростков, их отношение к наркотикам. Потому что мы проводили несколько опросов, почему вдруг подростки начинают пробовать наркотики. Вышло так, что на первом месте это друзья принимают, любопытно и модно. Вот для того, чтобы объяснить детям, в чем заключается их любопытство, подражание моде, мы разработали вот такую методику. Методика «Одиннадцать опасностей наркомании», где мы рассказываем о тех страшных последствиях, о тех страшных опасностях, которые таит в себе наркомания. Потому что вовлекается, как правило, наркозависимый, вовлекает, если он активный наркозависимый, вовлекает, как правило, 3-5 человек в наркоманию. То есть, как становятся наркоманами. Их вовлекают, как правило. Поэтому в ней, как раз Владимир Порохович Акишин, когда работал в своем НИИ, он услышал указ президента, который был сказан еще в 2004 году, где он сказал, нужно выработать у подростков устойчивый психологический иммунитет к наркотикам. И работая над этой проблемой, они выяснили, а что такое вообще иммунитет к наркотикам? Да это просто боязнь наркотиков. Дети, подростки должны понимать, отдавать отчет, что наркотики убивают. Наркотики это смертельная опасность. Вера Владимировна, на минуту вас прерыву. Понимаете, сейчас такая ситуация получается. У нас, например, такая шуточка долгое время ходила и в школе, когда я еще учился, и в высшем учебном заведении. Шуточка, поговорочка о котике-наркотике. Смешно. Смешно. А то, что за наркотиками стоят убитые люди, это как-то вот не доходит. Об этом замалчивают. Почему? Потому что, ну, есть такое мнение, что это же, и правда, вы верно сказали, модно. Фильм, в кино, на эстраде. Конечно. Успешные люди нередко почему-то подтягиваются чем-то, что-то там вдыхают и так далее. Тут разные могут быть причины. Многие говорят, что люди, которые пришли к успеху, например, в 90-е годы, в начале 2000-х, они и сами не прочь, что называется. Они же продюсируют это, они же это продвигают. Вот их идеи, вот их ценности и так далее. И они сейчас везде, в музыке, на экранах, в интернете и так далее. Как с этим бороться? Вы знаете, когда известную певицу Алсу спросили, как она относится к наркотикам, она сказала, я их боюсь. А почему? Да потому что трое ее друзей умерли от наркотиков, и еще четверо очень серьезно пострадали. И она никогда не прикоснется к наркотикам, это абсолютно точно. Потому что она понимает, что наркотики убивают. И вот это мы должны обязательно внушать нашим детям. И если родители, вот я сталкиваюсь и с родителями, я сама учитель в школе, да, я больше 20 лет проработала в школе, вот, иногда разговариваю с родителями, понимаю, что они вообще не знают, о чем говорить. Ну, в лучшем случае они скажут, ну, берет дозировку, там, ну, вот от них умирает, все. А что конкретно говорить? Вот в нашей методике конкретно все по полочкам расписано. Причем мы предлагаем... А вы показываете, извините, как Светлана Юрьевна предлагала, вы показываете, что с человеком происходит и как он при этом умирает? Естественно, показываем, конечно, и рассказываем, и показываем, то есть есть презентация, и если вы зайдете в нашу группу, вот мы есть в ВКонтакте, да, определить ее легко, 3700 человек, вот, это наша группа, по количеству можно определить, вот, у нас там есть презентация, у нас есть вот такая, уже показала, брошюра для родителей, вот, которые можно просто показать, рассказать, да, чтобы ребенок услышал, что это опасность, это не удовольствие какое-то, как говорят наркоманы, а какие последствия таят эти опасности, вот, понимаете, когда мы маленьким детям говорим, ядовитая змея, осторожно, бойся ее, да, и ребенок с детских лет уже, если он нормальный, адекватный ребенок, да и взрослый человек, он заверсту обойдет эту змею, если он увидит ее, вот такое же отношение, боязнь наркотиков, как ядовитых змей, мы должны обязательно привить нашим детям. Можно я добавлю? Конечно, прошу. Вот, я тоже поддерживаю проект, Вера Владимировна, и хочу сказать о том, что у нас уже была встреча, и Ксения Мишонова, это заместитель председателя комиссии по здравоохранению и социальной политике общественной палаты Московской области, этот вопрос, да, тоже поднимала, и сотрудничали, и мы уже были в управлении образования, была встреча нашим Одинцовском, мы обязательно сделаем этот первый проект, но сначала он будет направлен на учителей, на психологов, на классных руководителей, и я очень рада, если этот проект у нас будет, и также мне хотелось прямо одну секунду сказать про то, что также Ксения очень много, да, и поддерживает, и этот проект ведет, благодаря ей, благодаря ее поддержке, да, благодаря поддержке Ксении, и Оксаны Пушкиной, и, конечно, мне хотелось сказать, чтобы все тоже люди понимали, и, в общем-то, обращались, если вот сейчас услышат нас, и если что-то, вот, ну, появится у них, как сказать, смогут они победить этот страх, чтобы позвонить, и обратиться, пожалуйста, обращайтесь, потому что полномоченные по правам ребенка, Оксана Пушкина, во-первых, уже занимались такими вопросами, которые есть, и она тоже поддерживает и проект Веры Владимировны, и вносим в Химках, он был, да, пилотным, в Химках уже вот идет, и будет в Одинцовском районе, поэтому обязательно мы хотим это внедрять. Если можно, буквально тезис, у нас, к сожалению, ограничено сильно время, что такое эта методика, что она в себя включает? Ну, вот открываем прям, да, нашу методику. Первая опасность, при употреблении наркотиков быстро происходит привыкание. Нет, нет, я понимаю пункты, я имею в виду именно взаимодействие с ребятами. Вы что делаете, лекции читаете, что-то показываете, фильмы или общаетесь? Классный руководитель на классных часах 10 минут буквально, раз в две недели, можно реже, пожалуйста, хотя бы раз в месяц знакомить вот с этой методикой. Прямо вот по пунктам. Сегодня он всю методику озвучил. Через две недели первая опасность, через две недели вторая опасность, все, дети служат. Подробнее уже, да? То есть сначала все конкретно, а потом каждую опасность это на весь год хватает. И дети, вы не поверите, как они включаются в эту работу, как им это интересно обсуждать. Они столько примеров приводят. То есть просто вот... А ведь, знаете, это, конечно, страшно, что у детей, школьников всего лишь, которые еще на самом деле не то, что во взрослые вообще-то в жизни вошли, что у них примеры есть. Это жутко. И поверьте, вот сталкиваясь... То есть мы начинаем с пятого класса. Пятый, шестой, седьмой класс это самое главное, когда у детей еще не сформировалось вот это отношение. Там девятый, десятый, одиннадцатый класс там уже сложнее идет, потому что они уже наслышаны от наркоторговцев, реклама, фильмы. Они уже это все знают. Им преподнесено так, что наркотики это здорово, но никто не говорит, что наркотики это смерть. А вот пятый, шестой, седьмой класс они очень внимательно слушают. Они способны воспринимать эмоционально. Очень. И вот, знаете, мы в итоге, вот когда прочитаны все вот эти вот беседы, проведены, что мы делаем? Мы вовлекаем в посильную волонтерскую работу. Вот сами знаете, да, сколько рекламы, вот надписи соль, микс, там, спайс и так далее с телефонами. Мы отслеживаем это. Просто ребятки что делают? Они фотографируют, сдают. Мы сдаем это куда следует. Дальше специалисты, оперативники уже отрабатывают все эти номера. Ребятки закрашивают это все. Старшие, старшие ребята. Мы специально вот ходим, да, и закрашиваем, например, эту рекламу. Мы сообщаем в управу, например, если нет возможности, или около метро особенно, да, вот я в Москве живу, поэтому у метро очень часто бывают эти номерские опросы. Мы просто идем вот в полицию, метро, да, и сообщаем, там реклама, закрасьте. И они выполняют это. Это мало, это мизер, вот что мы можем сделать. Но самое главное, это то, что мы меняем отношения, вырабатываем. У нас к вам не сразу строилось, это было начало положено. Вот именно выработать психологический иммунитет к этому, да, чтобы дети знали, наркотики убивают. Вот что самое главное. А не те какие-то иллюзии, да, которые рассказывают наркотарговцы. Со всех сторон везде, как вы сказали. Да, действительно в фильмах, да, как правило. Идет борьба за детей со всех сторон, поэтому мы должны, а потом, простите, а потом все-таки я считаю, что даже сохранившаяся жизнь любого, одного ребенка. Хоть одного. Хоть одного. Хоть одного мы спасем, это уже замечательно. Учительница, которая, представляете, вот увидела, да, какое-то измененное поведение и где-то обратила внимание. Это уже сколько-то случаев. Это спасенная жизнь, спасенная семья. Конечно. Ну что же, Вера Владимировна, спасибо вам огромное за вашу историю, Мстон Юрьевна, за вашу работу. Спасибо, что при этом все. Надеюсь, что в дальнейшем, когда мы с вами снова встретимся по этой теме, ситуация действительно сдвинется уже, ну, она уже сдвинулась с мертвой точки, но что у нас уже будут действительно настоящие большие результаты. Ну какие-то, конечно, спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о наркотиках, о том, как с ними борются и, к сожалению, все еще сталкиваются в нашей стране. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложение, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели или же можете напрямую обратиться в общественную палату нашего Одинцовского района на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи или написать электронное, можно, письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова